У нас только что Литл тут позорился по поводу испанского в прямом эфире. Нет, я тебе просто... Я цитирую чатик. Ты понял, что ты цитируешь чатик. Я прекрасно знаю, на каком языке они разговаривают. И они разговаривают на португальском. Просто у нас было ещё веселее, понимаешь? А потом... Ну, сейчас начнётся просто знатоки... Ой-ёй-ёй, тут этот... Ой-ёй-ёй! А этот Г, ГГ вообще. А это ретейк Пеплента, возможно, от команды СК. Ну и вот уже ребята из Боснии, Македонии и ещё кто-то там. Сейчас всё будет жёстко. Выходят на Б-план. Сейчас парни из импульса компании просто устроят нам тут веселье. Fallen выходит первым. Его летний должен принимать, у летний всё получается. СТЮИ, правда, отвечает неплохо, но летний как он держит... Как он держит их? Ну ладно, не до конца, простите, но... Болт с 5 хп, тут тоже может погибать достаточно быстро в окне. СТЮИТ ОК, пытается выйти против Варнста, убивать двух. И НЕНО остаётся один. НЕНО! Братюнька! Нет, нет. Ты заметил, что НЕНО — это похоже на НЕО? НЕНО? Ну да, это новый НЕО. Или, может быть, нет? Ну, если он сейчас покажет игру... Ну, немножко добракованный, да, немножко? Ну, подожди, ну в смысле ты сейчас это какой-то... Что, ну НЕНО? Ну ты начал проводить параллель с тем, что он на НЕО похож. Знаешь, вот как говорят, там, подделка. Да, вот? Ну, то есть там... Это НЕО, но не НЕО, а НЕНО. То есть есть Адидас, есть Адибос, например. Или Абидас. Вер-вер Абибас. Вер-вер Абибас. Так, ну что, бомбу поставили в Альянс. Здесь, безусловно, хорошие новости для них. Ну, вот не часто на пистолетном раунде защита отдаёт Б-плент, и потом делает ретейк. Это очень сильно напоминает кэшовый вот отдачу АП. Классическая схема. Но здесь, согласись, выбить ТП будет намного сложнее. Ну, вообще, я не думаю, что тут... Вот, особенно если взять то, что летний очень хорошо себя показывал. Тут, если что, даже не антифорсбайн. Здесь какие-то пистолеты, которые отдаются на миде вообще без шансов. Диггл не работает, СЗ не работает. Летний тоже сейчас умрёт. Ну, дайте ему хаешку, пожалуйста. Освободите его от мучений. Так, нет, колд просто подставил сейчас под Хантер. Этот вышел с андерпаса. Последний патрон там был у СТЮ, и он ушёл. Вот она, вот, наконец-то, спасибо. Благодарю вас, и Хантер остался. 2-0, сейчас будет закуп у Valiance. Ребята, возможно, нам покажут какой-то интересненький раунд. Возможно, это будет стандартная раскидка АП Лента со смоками. Но, в принципе-то, для того, чтобы зацепиться как-то за начало матча, можно попробовать сделать обычный проверенный раунд. Но посмотрим, что сейчас нам предложит Valiance. Нет, ребята всё-таки растягиваются по карте, разбегаются по позициям. Там всё похоже на то, что будет какой-то дефолт. Однако, полетел смок, по-моему, в окно. И вот три игрока довольно быстро занимают B-дом. И, может быть, даже будет ранний контакт на B-планте. Ферр выезжает на Short. Дает информацию, что он ничего не видит. Тут рядом смок лежит. Да, это, скорее всего, контакт быстрый. Или медленный, не знаю. Они могут сейчас, да ещё, там, сороковой секунды посидеть. Подумать о жизни. Самое главное — это Нэна, конечно. Но у него сейчас... У него уже ничего, простите. Его очень быстро убили на его фейке на Upland. Соответственно, он не стягивает на себя никакого фокуса. Болз говорит, я слышу нескольких оппонентов. Убивая первого, убивая второго. На Изичах просто уничтожая людей. Господи, как же тяжело даётся Valiance этот выход. Но, в конце концов, Hunter, братюня Ника, показывает, что он не пальцем деланный. Кузен. 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 Уже братюня, нет? Он двоюродный, короче. Стюи через BadDom выходит. И сейчас Fallen играет в маркете. ColdZero пойдёт выбивать через Short. SK Gaming выдерживает небольшую паузу. Время играет пока против них. И... С 2e. С 2e. На Shift. Идеальная позиция летнего вообще не считает. Минус 2. Легко и просто. Ребята, у вас как бы... У вас пауза. Ничего на карте не происходит. Почему вы даже не подумали о том, что, возможно, будет выход из BadDom? У вас никто не агрится с маркета, нет чела в Short. Вы даже не фокусите BadDom. Серьёзно. Замечу то, что позиция вот у SK, которую сейчас отыгрывал ColdZero, да, с двумя килл... Не, не ColdZero, прошу прощения, болт с двумя киллами. Она всегда у SK непроходима на бэпленте. Вот эта позиция рядом с белым. Мы помним легендарный манёвр от ColdZero, когда он стрелял с ВП и сделал несколько киллов. Да. И на постоянной основе у SK эта позиция очень сложна. И команды, которые способны её проходить, по факту выигрывают у SK на мираже. Если не способен, ГГВП, пишем, вливаем. Нена тем временем убивает первого, фоу отвечает. Но Нена попытался ещё выловить здесь фэра. Фэр так легко не отдастся. ColdZero просматривает апартаменты. Но на базе А пока экшена нет. Весь экшен происходит в мидле. Там уже соорудили буст в окно Valiance. И Хантер с эмочкой. Может быть сейчас убьёт Фэра. Фэр играет агрессивно. Пока находится под конструкцией. Но Хантер, по-моему, даже об этом не подозревает. И в итоге Фер. Как-то он совсем близко был к тому, чтобы сделать минус. Но не пошло. Здесь же буст. Хантер делает минус по ColdZero. Здесь вот, по-моему, мне показалось, что SK немножко переагрили в мидле. И вот теперь Valiance, понимая, что происходит на карте, стягивается на B-Plant. Нет, всё-таки это будет перетяжка вообще. Она очень глубокая. Там откинули SK в B-доме молотов. Бразильцы отыгрывают в мидле. Fallon поджимает для информации центр карты. Ну и вот теперь уже нужно ждать B-дом. Я так понимаю, Fallon как раз таки закомандовал принимать эту позицию. Вообще Fallon должен был услышать перетяжку на т-спауне. Там Valiance немножко топали. А когда ты стоишь у ящиков, ты должен это всё прослушивать. Заход от Boltz на тикеты. Он будет играть. Fallon в это время прочекал up-down и middle. Valiance вообще не оставляет никаких опорников сзади себя. Все команды идут на up-land. При этом раскидок, как мы видим, у них нету. Из-за того, что это экономический раунд. Boltz. Кстати, и раскидок у SK тоже нет. Потом Valiance. Выстрел точнейший. Boltz убивает ещё и второго. Попытка на халяву поставить бомбу не получается. Сейнена. Мне кажется, в Valiance, это как предыдущая карта Space Soldiers. Когда они убивают двух на up-land и бегут. Потому что побыстрее поставить бомбу, надо побыстрее закрепиться. Все было не так. Проблема была как раз таки в другом. Они действовали слишком прогнозируемо для своих оппонентов. То есть тут вопрос даже не в том, что они пытались... А, ты имеешь в виду конкретно в моменте... В поздний момент, да. Конкретно здесь да. А вообще, конечно, тут вопрос, стоило ли делать такой длинный move с точки зрения перетяжки по карте. Стоило ли оно того? Для того, чтобы вот так вот в итоге отыграть раунд и даже не поставить плент. Ну, то есть не самым оптимальным образом, как по мне, сыграли. Не было нормального размена и слишком легко SK взяли в итоге предыдущий раунд. То есть сейчас есть закуп у Valiance. Сейчас калаши гранаты. Флешечка на Fallen, а он на машине отстреливается и отходит поглубже. А у SK Gaming комбинация. Два в ледер-руме играют. Один коннектор, один тикет-бокс. И Fallen отвечает за B-Plant CVP. Да, и постепенно заход в сторону A-точки, который должен контролировать СТУИТ ОК. Кстати, CVP не так часто мы могли его заметить в Cloud9. Там были вторые снайперские винтовки у других людей. Сейчас мы видим, именно СТУИТ ОК решил играть с CVP. Что касается Фоуна, он пока что халдит у нас в стороне B-Planta. И Valiance очень медлит. Прям очень плотно. Сейчас будет походу вот эта классическая раскидка. Причем одной волной. Да, полетели смоки. Налево, направо. Дельпон в смоках. Главка в смоках. Конечно же, джангл в смоках. Классический трипл смок. Выход от СТУИТ ОК. Да, под флешку. Но выстрел не точный. Как же, так? Очень странно, что он не убил чела. Очень странно, что его еще отпустили. И еще раз он вышел. Еще раз его отпустили. Как дают Valiance. По своему оппоненту играть. Эйми пришел. Наказал. Через смок прошел. Смок также еще и на коннектор. Боллс вышел сам. Сыграл под самого себя. И колл-зеро вместе с Фоллоном остается вдвоем. Ну, пока были размены в плюс. Но здесь уже отвечает колл-зеро. 2 в 2 ситуация. Импульс заходит на тикет-бокс. Здесь у него, судя по всему, будет дуэль против Фоллона. Да, так и есть. Фоллон двигается через КТР спаун. А пацан, по-моему, его даже не смотрит. Но в итоге колл-зеро делает минус по неону. Импульс на пленте против Фоллона. И Габриэль Толедо здесь не мажет. Дефузится бомба. 5-0. Как же позволяет СК сейчас играть? Я имею в виду Valiance. Могли карать несколько раз TV2K с его проходами на главке. Ну, они в итоге его покарали. Были в большинстве. Но пришлось потратить ресурсы, время и все остальное. И плюс рисковать. Если я ими мог там получить пача от коннектора, от шарта, еще где угодно. То есть шансы все равно дают слишком много сейчас Valiance. И то же самое касается, конечно же, действий Фоллона. То есть, когда ты так выдаешь свое месторасположение СЗ, у тебя не получается нормально раздармажить противника. Обычно ты проигрываешь в подобных ситуациях. Но здесь все равно СК получили свое заветное очко. А именно пятый раунд уже. И время камбетчить, чтобы был Counter-Strike. СК готовят, по-моему, в Alliance на Upland. Я так понимаю, там в упоре Coldzera. Будет работать Fallen с AWP на Ticketbox. Ну и готовится раскидочка. Смог-джангл, смог-голова. Все довольно стандартно. Один игрок через апартаменты. Молотов на лавочку. Ну и начинается заход. Fallen открывается на Ticketbox. Coldzera делает минус PA. Ну, все. Просто вот даже без шансов. Забудьте просто. Дефолтные раунды СК, конечно же, прекрасно знают, как контролить. При этом всем у них еще и три человека на планте. Вы не убиваете первого Coldz. Убивают еще и второго сверху. Так что это не вариант. Кроме этого, очень классные Counter-Molek были откинуты. Да. Counter-Flash. Ты закрываешься на Tetris. А если ты закрываешься на Tetris, то вы все прекрасно понимаете, что дальше происходит. При этом всем сами раскидки в Alliance, они ничего не сделали. Молик под ковер. Он не рабочий, потому что у СК там нет опорника в этот раз. Моликов на Искру не было. Соответственно, движение стикет-бокса для Фауна было полностью открыто. Ну, такое. Сомнительно. У нас вторая катка опять будет ни о чем. Ну, в смысле, это я ожидал чего-то другого. Ты хочешь, чтобы СК вылетели с чемпионата? Горячая штучка! Вкусное подкрепление, которое всегда под рукой. Тебе хотелось подгорячее немножко эту карточку? Мне хотелось горячей штучки. Это значит, ты вот вытащил из микроволновки, и вот они стынут. Вот сейчас вот у нас происходит вторая карта. Ну, я пошел кушать, все. Минус уха. Я пошел кушать. Чебе пелечка, наверное. Да уж. Ну, я не люблю, я так не хочу. Мы так не договаривались, друзья. Парни, дайте нам игру немножко. Дайте шпилочки. Ну все, они опять повторяют раунд, только с призезэхами. Каков шанс на то, что у них здесь получится? Холд Зера теперь в этой позиции нету. Он в другой. Он на искре играет. До этого он играл под пелесом. Так, выстрел одного. Острел второго. Холд! Где им, братюня? Фолан выходит с зешкой на живца. Ловить оппонента в альянс. И получают две эмки в распоряжении. У Фера и Болтса проблемы. Слушай, ну это неплохой вариант, чтобы взять раунд. И это экономический раунд с раскидочкой. Ферр действует на голове. Ну и Нэно против Болтса. Но, судя по всему, должен погибать. Это нанотехнологии, друзья. Просто Болтс выходит одного. Убивает летний на размене. И Ферр! Ферр один. Хонтер! Открылся, но и вот забайтил внимание Фера на себя. Спровоцировал как раз таки фокус. И в итоге вышел летний и добил своего оппонента. Вот в альянс берут эко. Ну, это не эко, это ЦЗшно-форсбайный такой раунд. Да, но с прицелом, опять же, на закупку в следующем. Но вопрос, как всегда. Тут в этом плане ничего не меняется. Как много раундов команда Валянс возьмет в таком ключе? Ну, мы же знаем столько, сколько СК сами позволят. То есть здесь явно СК сами хотели постреляться. Фоллан вместо того, чтобы играть с ВВП. Дождаться, когда смоки разовьются и твои тиммейты подойдут. Пошел с ЦЗшкой воевать. Это явно просто отдых от бразильцев. Они понимают, что противник не является настолько сложным. И поэтому пытаются играть на тоненького. Показывают на фона. Рассуждает он сейчас с командой. Взяли паузу. Сразу же решил остановить своих парней от какого-то фида. Ну, он говорит, ребята, давайте мы как бы не будем терять концентрацию. Потому что мы уже потеряли концентрацию настолько в последнее время, что просто вывалились из топ-3 рейтинга. Уже у нас на нашем счету два невыхода из группы. И давайте как-то перестанем закидывать. Сейчас будет третий, если проиграем вот прямо сейчас. Нет, он на самом деле правильно делает. Он как бы напоминает парням, что не так далеко до дна. Ну, понятно, что в случае с эскайтом это длинный момент. Подождите секундочку. Ферр откидывает хорошую голову на Эмми. Уходит сам. Его упростили. 30 хп оставили. Стивит окей в упоре с Юмпехой против Хантера. Хантер, кстати, вообще молодец. На первой карте очень хорошо себя показывал. Сейчас старается вытаскивать максимум из любой ситуации. Но это будет пуст для Валайенс на джангл. Хантер сыграет. Сам на себя возьмет все, что только возможно. Если он пробьет сейчас маркет. Нет, он не будет пробивать маркет. Он задойдет до КТ спауна. Бомба, кстати, очень далеко. Поэтому Валайенс не смогут сыграть по аплэнту настолько быстро, насколько они могли бы. Ну, кстати, это здесь, я так понимаю, ошибка Фолана и Стюи. Они отвечают за коннектор. И вот они пропустили все это дело. Вот Хантер сейчас пытается понять, как же им лучше сыграть. Увидел одного. Ну все, выйди сейчас сюда и увидишь второго. Вот. Ты знаешь, где два типа. Дал инфу. Ну откройся, откройся. Он не знает просто, как это реализовать ситуацию. Боже, как нервно, как же нервно. Реализовывал. На другой стороне по колду есть инфа. Его пробивает сквозь дощечки. Наверное, все сделал очень грамотно. СК гейминг. Остаются два на три. Ситуация сложная, потому что, может быть, стоит идти на сейв. В фарах нет хп. Фолан снимает наушники и говорит, пацаны, я ж говорил. Я ж говорил! Ты думаешь? Почему вы меня не слушаете? Сколько можно повторять одно и то же? Где фокус? Ты когда снял наушники, ты предупредил наших зрителей, чтобы они сделали то же самое перед тем, как ты будешь орать. Ну окей, окей. По поводу дна, по поводу дна СК. Знаешь, есть моменты, когда до дна, до самого крайнего, уже ближе, чем обратно. И ты думаешь, почему мы не найдем туда? Да, кстати, да. Вот поэтому он и берет паузу, понимаешь? И смотри, что происходит. Проигрывается следующий раунд. Они пропускают вполне себе стандартный мув от атаки, который делает буст в окно. Да? И ты обратил внимание, что Фер играет на шорте. То есть, СК поменяли позиции. Фер раньше действовал в канале. Ну, Фер вообще вольный художник, в общем-то, у команды СК Gaming. Ну, опять же, из большинства сейчас не вытащили раунд. Это, конечно, крайне серьезная ситуация для СК. Раунды начинают теряться. Экономика источается до нуля. Мы все прекрасно видели то, что экономики уже в этом раунде не будет только эмочки. Там какие-то СЗ-шки купят. Нет, слушайте, хватило на дропы. Скаут для фоуна, СЗ для СТУ и ОК. Остальные с эмками. Но нет ни одного молотого. И это проблема. Зато с диффускитой для болса это не так уж плохо. Летный. Заходят сейчас там смоки. Пока что развивается. 6-2, где Alliance должны начать свою атаку через middle. Мы уже подобное видели в предыдущем раунде. Ну, попробовать сыграть через middle. Здесь уже сами Variance понимают, что они не могут все время ходить со смоками на А. Что надо немножко разнообразнее. Разнопланово, да, атаковать. Пробовать, как минимум, центр карты. Вообще, команда, которая за атаку контролирует middle, это команда, у которой есть потенциал в атаке, безусловно. И ты не можешь, да, просто игнорировать эту позицию. Hunter выходит из underpass. Молотов на short. Стюи в окне. Это, кстати, первый игрок, наверное, от которого будет контакт. И, возможно, позитив для SK Gaming. Ну, и вот если Variance сейчас через коннектор пойдут на А, могут проблемы произойти. Смотри, выводы были сделаны. Стюи остался на Windows, чтобы не дать подсадиться кому-либо. Проблема лишь в том, что летний может сесть ему на голову сейчас, когда он будет на апдауне. Если, конечно, он чекнет Стюи Токиа. И Стюи в очень, в очень незавидной позиции, потому что все еще над ним есть оппонент. Да, он убил одного. Это позитивно. Сейчас его просто прикончат летний. Без шансов, потому что SK не контролирует short, чтобы не дать выйти на апдаун. Coldzera сносит одного. Фолун мажет пока что со скаута. Откидывает флешки. Зовет Фера. Тот подъезжает на short. Фера должны ждать. Болст и времени смотрит сейчас вверху от бублика. Летний получает там по щам. Эмми будет последней жертвой команды. DSK Gaming. Очень четенько, спокойненько было отыграно. Сим-2. Валайенсы не разобрались позиции имя оппонентов. Ну и Фолун говорит, guys, концентрейт. Концентрейт, please. Ну и все. Что у нас по деньгам сейчас уваляется? Уваляется. Увалят. Увалят. Деньги есть. Увалят — это то, что с тобой произойдет. Получили. Почему? Ну, в смысле, если ты будешь еще больше кричать. Как обычно, в чатике приедет. Приедет пацан просто под студию и скажет, иди сюда. Да. Дам тебе в борщ. В тракторе. Как там его зовут, господи, который его уваливает. Так, Эмми с кантором. Ну, опять через мидл попробует играть в Альянс. Ну, вот в прошлом раунде они получили под контроль эту часть карты. И, в общем-то, выгоды не так много получили в конечном итоге. Ну, вот. Ой, межсмаковье у стюйтуке. Это идеальное место для жизни. Справа смог, слева смог. Тебя обнимает мягкая пелена. И ты выходишь и стреляешь по одному. Потому что летний уже отдал концы. И стюйтуке уезжает с коннектора. Теперь у него большинство. Теперь ска могут спокойно принимать этот выход. Массовый от Альянс. И вот в Альянс. Колд. Колд в упоре. Убивает еще одного. Где стрельба в Альянс? И почему вас перекрывают по всем щам? Притом, это стандартная довольно позиция от Колда. И она даже не прочекалась. И это при том, что только что был агр из коннектора. И вы... Да. Ну, наверное, просто опять же... Нет, не опять же. Все-таки просто разный уровень команд. Да. Разное понимание. И очень тяжело здесь в Альянс играть. Ну, замечу то, что как раз таки атака от Вейлайнс на первой половине против Моузов была очень-очень-очень слабенькая. Они взяли всего лишь два раунда или три раунда. Три раунда, по-моему, они взяли. Вот. То есть на защите они камбэкнули до 16-ти, 13-ти. Прииграли, конечно. Но, с другой стороны, защита была хороша. Не хватает на атаке явно легкости от Вейлайнс. И то, что у них было проблемным в первой карте... Кстати, на первой карте они ходили очень часто на Б. Сейчас мы видим бесконечный А-плент. Б-плента не стало. В принципе, примерно с третьего или второго раунда, если я не ошибаюсь, всего этого противостояния. И почему-то забыли парни из Черногории. Им надо сейчас расслабиться. Вот это как-то самая, знаешь, история. Если, простите, изнасилование неизбежно, то лучше расслабиться. Поэтому здесь надо просто поиграть в какой-то свой Counter-Strike, какой-то, не знаю, FPL-стайл. Понятно, что тебе нужно отталкиваться от каких-то стандартных стратегий. Потому что ты же не будешь просто бегать и стрелять по всей карте. Но, может быть, где-то нужно сделать что-то подобное. Может быть, выйдете каким-то контактным раундом на А. Вот очень часто на Мираже используют коллективы в атаке. Именно такой сетап, что там просто фаст пик из ямы, и потом тут же раскидка и выход на аплент. Почему этого нет, например? Опять же, выйти там в мидл на стрельбу, попробовать сразу же перестрелять. Сыграть это ВП в атаке. Не хватает. Молики полетели от фера. Ну, глушат, глушат пока как рыбу у СК своих оппонентов. Потому что, ну, не дают мне выйти ни туда, ни налево, ни направо. Потому что и контролят и мидл, и молики мне откидывают апартаменты. Бомба была подобрана обратно Хантеру. Хотят они все-таки выйти на Б. Здесь Боллс полностью контролирует ситуацию. Сейчас главное не переагрессировать, не отдать М, не отдать позиционку. Боллса не прочекают. Судя по всему, нет чекнут. Но этого не хватит. Боллс делает трипл килл. Хантер остается один. Ему тут, конечно, невесело. 9-2. Невероятно увлекательная игра. Counter-Strike прямо сейчас. Dreamhack Марсель. 250 тысяч долларов. Самые лучшие команды. Уже с одной мы попрощались. Напоминаю, G2 вылетели у себя в Марселе, проиграв две best of 1. Что, конечно, было очень хорошо. Вообще, на домашнем турике это неприятно. Я вспоминаю, предыдущий Марсель ровно тоже. Самая ситуация была. Какой Марсель? Это первый Марсель. Алло. Ну ладно, Турс был. Ладно, всё, Турс был. В Франции есть Франция. Я об этом. Потому что... Подожди. Чувак, юг Франции и север Франции. Или там восток Франции. Ну давай одно и то же. Но я имею в виду для нас кейсеров, да? Будем честны. География внутри Франции не меняет вообще ничего. Хорошо. Я уверен тоже для французов там типа эпицентр в Питере или эпицентр в Москве не меняет тоже ни каким образом. Ну там красная площадь, здесь эрмитад. Коулд вместе с Болтсом. Дают первый килл. Второго не приедет им. Пусть даёт на развороте. Что он ставит вообще? Коулд зеро в углу. Летний порошок своего собственного тиммейта. Вот это геймплей, друзья. Но смотри, быстрый выход на Б. Такой вот контактный раунд. Но вот Хантер здесь загулял, честно говоря. Непонятно, что он делал в мидле в такой ситуации. Возможно, он выступал здесь в роли люркера и должен был закрывать. Но если ты закрываешь, можешь ты немножко поглубже на самом деле. Ну конечно, да. А он как-то так без позиции здесь играл. Между, понимаешь, это называется. Тебя... Ну он менял позицию, его накрыло. Эйми, кстати, остался один, и он не знает... Он не знает ничего. Он только смотрит... Ну ему надо было маркет поражать. Он потратил сейчас секунд десять, просто стоя на одном месте. В итоге сейчас спиной будет стоять своим оппонентом. Ну да, то есть Фоллан делает минус по Эйми. Ну, надо было поражать маркет. Понимаешь, когда ты находишься в ситуации один в два, тебе нужно где-то рискнуть. Потому что если ты будешь стоять на одном месте, тебя просто убьют на размене люди, которые делают ретейк. Поэтому где-то нужно рискнуть собрать информацию. То есть отрезать какую-то часть вот этой вот подходов к Б-Пленту, для того, чтобы понимать, что вообще происходит. Есть еще самый такой трусливый вариант. Просто уйти на апартаменты наверху. Вот он такой трусливый. Ну или там отборозится на машине, например. Но стоять спиной на бэксайде — прохладная история. Ну ладно, у него, возможно, на ФВПЛ получалось. Опыта на лан-выступлениях против таких команд у него нет. Против Исканию вообще впервые встречается в жизни, потому что разные регионы. На онлайн квалификациях ты против бразильцев не поиграешь. Ну и вы все прекрасно понимаете, насколько им тяжело. Фолл он с ВП на яме, с Диснена, с МАК-10. Кто вообще выиграет в этом противостоянии, если они все-таки встретятся? Вот вопрос. Мне не нравятся вот эти вот сетапы 4 плюс 1 у лоу-скильных команд. Ну, они ни к чему. Потому что, ну, короче, это тема для лекции, но это вообще... То есть это что? То есть тот человек, который на А1 гуляет, он что, на себя фокусит внимание? Так, выход на Болца, справляется с первым, но скорее всего сейчас будет размен... НЕТ! Ферр подъехал с АВП! Уже два фрага от него! ФЕРНАНДО! ФЕРНАНДО! А чё по смакам, типа, на шорт? Да это... Забей, да? Не об этом. Жалко, жалко. Я, конечно, честно говоря, думал, что вот на Мираже будет побольше прыть от ВАЛИАНС. Так я уже говорил, они брали три раунда на первой карте против ОООН. Там уже эксперты в чате тебя исправили, что как раз-таки они комбатчили в атаке. Да, поэтому надо поднимать информацию или проверять. Я чё-то сейчас, сейчас, сейчас. Это тут вопрос. Вопрос. У меня большой. Вот вам повтор от Болца и от ФЕРа мы, наверное, повтор уже не увидим. Ну да, с глаз ФЕРа, к сожалению, нет. Но ФЕР здесь хорошо сыграл роль саппорта. Играл отлично. Не дал своего братюню в обиду. И СК Гейминг взяли один остый раунд. Так, Эмия с Эзехой. Пока что сидит у верхнего планта. СК, кстати, решили вообще забить на Б. Теперь у них только один в шарте. Это слишком легко. Когда мы оставляем Болца на минивэне, это слишком легко. Мы поставим только одного, и тот пойдёт вообще пушить. То есть реально Б полностью пустой язык. И зачем? ФЕР придёт сейчас разрешить все вопросы. Полный вот помогает. Просто как тебе пуш в два... Ну и как пуша. Один пушится, а второй прикрывает. Всё жёстко. Потому что они потеряли вообще... Вообще, друзья, не знаю, обратили ли вы внимание, но я вам точно скажу. Я посмотрел на оборону команды СК Гейминг. Она очень мобильная. Постоянно идёт изменение позиций. Болц играл опорника на А, играл опорника на Б. СТЮИ, который тоже постоянно действует то в коннекторе, то он играет в леддере, то... В общем, по-разному абсолютно разнопланово действует команда СК Гейминг. Ну вот зачем я приехал сегодня? Вот объясните мне. Вот я посмотрел две катки 16-2. Серьёзно? Вот зачем? Ради чего? Всё лучшее детям. Ты, старик, сиди спокойно получаешь. Слушай, ну, друзья, сразу вам спойлер наперёд, да? Не спойлер. У нас команда Гамбит будет играть за жизнь на этом турнире против Space Soldiers. О, это будут нервы. Это мясо. Мы честно скажем, мы будем болеть за одних. Это будет заруба. За кого за одних? За кого ты будешь болеть? Ну, не турки точно. В смысле, почему? Зачем? А почему ты будешь болеть за Гамбит? А почему ты будешь болеть за Гамбит? Почему? Потому что они вылетают. Подожди, они плохо играют. Они заслуживают на то, чтобы вылететь с турнира. Солидарен полностью вообще. Но! Есть SexGut. И я буду болеть за него. SexGut? Ну, XGut. Мы же все прекрасно понимаем, о чём это. Потому что Доська это истина. Да, потому что Доська это лучшее, что случилось. Вопрос в другом. Смотри, короче. Наши зрители просто взяли, уничтожили ещё интригу, которую я пытался создать. Своей ошибкой причём. Да, я согласен. В тем, что Валайнцы, правда, взяли большинство раундов на атаке. Но, Господи Иисусе, зачем вы это сделали? Я имею в виду. Теперь вообще не хочется ничего здесь сделать. Потому что, если Валайнцы ещё и на атаке против мулзов брали большинство раундов, а это и так, правда, да, я проверил. То тут вообще искать нечего. Так, Тьюи. Отлично открылся под флешку своих товарищей. Дабл флеша на яму. Сыграло своё дело. И пусть потерял, собственно, жизнь. Выход от Фона. Фона должен Эйми убивать здесь в упоре. Молик откидывает. Боится Фона. Фон стоит на молоте. Мне вообще плевать. Ещё делает минус при этом по Нено. Колдеров фраг по Хантеру. Вообще команда СК Гейминг абсолютно не стесняется. Три АВП в обороне. И, как мы видим... Сколько фрагов в этом матче было сделано в спину игрокам в Альянс? Вот когда выходит игрок СК Гейминг и показывают просто то, что тот стоит либо боком, либо спиной. Просто, ну, то есть это непозволительно много. Это роскошь, да, не для нас. Ну, к сожалению, к сожалению, здесь нам команда... Только что показали, как тренер в Alliance подошёл дать кулачка и последний парень просто не дал ему... Он просто покачал головой на нему направо такой... Нет, сорян. Не сегодня, не сейчас. Да. Ну, это грустно, конечно. Это грустно и это очень... Не знаю. Ну, это явно... Понимаете, вот в такой игре вы не увидите красоту Counter-Strike, потому что здесь происходит просто избиение. Избиение одной командой коллектива, который переехал покорять вершину. Ну, не знаю. Ну, мы видим грусть. Грусть, да. Кстати, очень GDM напоминает, согласись немного. Да, да, да. Слегонца. Большие глаза. Большой нос. Большие глаза, да. И вот эта грусть на лице. У Джейдика в нервных ситуациях всегда вот эти вот были лица. Ну, Джейдик такой прям... Мне всегда он казался хладнокровным за счёт своей позиции и такого... Ты имеешь отвал назад? Ну, не, ну, как-то вот, не знаю, сколько я не смотрел на него. Да, видел там позитивные эмоции Орд, но в основном это какое-то спокойствие, хладнокровие и абсолютно одинаковое лицо при поражении и при победе всегда. Плюс, мимус, одно и то же. Бегает на Нэна. Молотов также ещё и против Летний. Импульс. Откинул одну голову. Летний бежать! Тихо, эти хлопцы! Тут пекло в буквальном смысле причём. На два хп осталось в Летний. Так, ну, заняли Upland SK Gaming. Здесь также Лёркер в мидле это Colt Zero, а Стиви просматривает Jungle. Вероятно, от сюда... Поставил красный MAAMY. Летний также красный. Не, ну, он находит фраг по Fallen. 5 в 3 ситуация, но опять... ООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО! Хантер что только что поставил? Он же в прыжке убил его или что? Я не очень понял, честно говоря. У нас так, ну, свапывалась камера. 5-0, ретейк от команды Valiant. Это камбэк. Всё, смотрим Кэфф в лайве. В лайве Кэфф срочно какой? 18? Сейчас, сейчас. 18, давай, ставим македонских реалов. 50 македонских реалов на Valiant. Показали повтор, я пропустил. Коня македонского поставили себе. Так, ну, 5-0, друзья. Это заявочка. И 5 эмок сейчас. 14 кэфф сейчас. 14 кэфф, отлично. А на СК один. То есть ты поставишь одну бабушку, получишь одну бабушку. Кайф, да? Не, ну здесь ставить на СК точно нельзя. Здесь надо ставить македонские реалы на Valiant, я тебе говорю. Вот прямо сейчас. Ну ладно, давай посмотрим. Друзья, готовьте, готовьте свои македонские, а мы посмотрим 13-3 в альайонсе. Играет против антиэкономического от СК. Решили сэкономить, потому что бомбу ставили. Деньги будет на третьем раунде. Запустил импульс ракету в воздух. Она была что-то не очень эффективной. Это как экономический гусь? Не очень эффективный? Да. Типа того. Ну, СК гейминг просто стоят. Стоят и, возможно, даже ожидают агрессии от Valiant. Valiant понимает, что там могут быть фармганы, но Valiant здесь очень серьезно затарились. Эми. Неплохо. По стюе. Кидывает тут же флешечку. Выхода нет. Ну, СК играет, вот я же говорю, такой раунд, знаешь, побегать, просто пообщаться, что-то повычислять. Возможно, кому-то там напихать в медлей и забрать в итоге ту самую эмочку. Ну, пока мы видим, что балканцы очень уверенно отыгрывают в этом раунде, однако нелетний, который отлетел от V250 фола на Hunter. Неплохо здесь по стрельбе и болтс перестелял Hunter в итоге. Но вот эти вот фраги, конечно, явно не лучше сейчас играют с командой Valiant. Они потеряли два девайса, но в любом случае СК гейминг будет покупать. Конечно. Но это дополнительное вливание просто с этих V250. Да. По 300 долларов на какую-нибудь гранату условную нормально будет заезжать. Ну что ж, компания Gabriel Teiledo сейчас начнет закрывать эту карту в первом девайсном раунде и на второй половине. Потому что, ну а что, зачем здесь испытывать судьбу? Опять же, по гранатам все крайне грустно. Всего лишь три смока, четыре флешки. СК решили не закупать ни одного EMP. Все это ударное оружие, калаши Галилы. Из-за этого, соответственно, не будет лишних флешечек, лишних смоков, которые могли появиться у условного колда или болта. Импульс. Простреливать смоки. Здесь два человека. Волайнс пропушили мидл. Четыре человека на миде. Да. И полностью оставленный аплэнд. Да, полностью отдали. Вот это интересный подъезд. Отдали и смотри, что происходит. Дальше контакт. Холдзера выходит на Тетрис. Говорит, здесь тихо. Может быть под коврами, но это не точно. Бомба уже в яме. Болтс будет выходить с ковров. Нэно. Там на апдауне сейчас встреча будет еще нет. Это андерпасс. Андерпасс от Фера. Два человека, которые стоят над ним. Могут сейчас его вычислить и убить. Должны люлькера здесь. Ну что, это господисуйся. Боже, ну какой бред. Ну ребята, ну вы что. Подожди, подожди. Держимся, держимся. Хантер, отличная ответочка. Подожди, не хорони. Не хороню, не хороню. Пока 16 не будет. Мы не хороним. Импульс. Вышел. У них плохо стикетбоксы. Стюи с колдом отвечает. Хантер ловит еще одного. Два в два. Это может быть жарко. Да, есть щипочки. И бомба, кстати, стоит удобно для ретейка. Но через стикетбокс никто не пойдет. Валианс. Но Стюит будет смотреть в эту сторону. Там самый главный вопрос. Болт, он находится в межглавке. И Валайнсы начинают очень медленно атаковать. У них есть дефуз-киты. Время имеется. Стюит окей. Все еще находится у ящиков Валайнсы. Надо двигаться. Ну дайте смог в ковры. Дайте флешку куда-нибудь. Зайдите. Ооо, Хантер, Хантер. Три килла от него. Неужели он сможет? Девять хп. Ооо, на его лошиндерю. Болт все-таки оказался сильнее. Что ты сказал? Это, кстати, отличный ответ. Я имею в виду. Реально, именно такой ответ на это и должно быть только по-японски. Звучит как... Сейчас нам в чате ответят. Ответят, не беспокойся. Это прозвучало, знаешь, как этот... Когда Кен, например, в стрит-файтеры кидает... Да-да-да. Адуукен! Да. Оу-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Как-то так прозвучало. Делает ретейк, запускает шар и бежит, значит, с вертухи с вертухи самитарда поет. А папа взяли паузу. Зачем? у них видимо какой-то еще один план есть на эту атаку но он говорит пацаны помните что я вам говорил повторяю в ретейке мы не играем от диффуза мы не пикаем мы не вылазим это как бы иска взяли все нормально управлять так он говорит а зачем ты вылез до того как он диффуза так он же был красный он же проходил я сказал ооо это стратегия четыре человека на по пленте от в альянс до этого они пытались через делать мидал сейчас 4 на п пытается угадать можно ли угадывать со счетом 14 4 наверное все таки экспериментировать стоит но нас не настолько ли но прям так совсем уже угадывают не знаю насколько это оправдано ну опять же мне нравится идея да неважно пускай пускай вы допускаете ошибку и чат ответил тебе на на ней это как раз таки что в смысле вопрос что на японском и ты прям правильно мне ответил только по-русски мы дождались так но у нас просто немножко затяжка с чатом поэтому мы не сразу коммуницируем с вами 14 4 в альянсе все еще ждут а с к гейминг зашли на apple но не зашли на самом деле собираются зайти ну и колд влада руме да опять же нужно понимать что под такого игрока очень легко играть легко в том плане что ты заходишь на и у тебя всегда получается есть люркер с шарта который будет еще отрезать хелпу колд просто гуляют здесь по лестницам ну я не очень понимаю почему вала с не начинает двигаться потому что 35 секунд осталось но она конечно минимум инфы да я согласен с тобой сейчас она видит всех и по-моему это будет слишком поздно но на не получать мочок видит бомбу как раз таки бомбой но видел код перекрывает проходы но получает пащам от хантера и что это за нож как бы уже пошел кол что на вышли тут в общем то ну ладно то есть принципе то это и на радаре видно то что такие не этом что смысле вы убивать чувака на шарте да и ты забираешь коллаж и вытаскиваешь нож потому что что потому что тебя не должны убивать с коннектора никто не перекроет себе шорт просто пытаться найти логику в действиях команды которая проигрывает там с учетом 14 четыре четырнадцать четыре то есть но мы видим по игре видно что просто тут коллектив играет очень сильный против коллектива очень слабо конкретно в данном матчапе я хочу напомнить что команда валянс вместе с поясами выиграли европейскую квалификацию не буду говорить о том что там жесткий был состав участников но тем не менее знаешь для такого коллектива выиграть квалы на такой турнир это безусловно достижение но дальше вот к сожалению ребята не поедут жалко самое главное что мы их больше не увидим ближайшие несколько ивентов ближайшие на самом деле несколько месяцев возможно даже полгода но будем следить за ними конечно же потому что парни моды и парни возможно способны выйти дальше а возможно это все-таки такая же команда как и кванта белаторы которые показали на одном чемпионате на других не получается совершенно ничего даже из квалификации выйти не получается и заход на коннектор здесь у нас хантер может кстати перекрыться стороны шарта сыграть и сработать по фэру вместе с его тиммейтами так ну уже вроде как на зашли у нас из к гейминг но еще фраги не сделали ключевые которые позволяют установить бомбу стю и минус по хантеру ферр выбирает импульса ферр добирает также летний эми один против четверых но я могу сказать только одно друзья если вы хотите напряженную катку там тайлу с ренегадами играют на втором канале 11 10 там борьба за выживание и она в отличие от этой карты к радости для нас с балансом между коллективами ну и мы поздравляем ска не вяло снимает наушники вяло дают друг другу петюни кулачки такие не особо довольны конечно что и